всем доброго утром мы стоим около дека а да милена он она приехала софия твоя подружка в общем мы ждем сейчас должна подъехать учительница должны подъехать дети и у них здесь сегодня праздник я сейчас быстро милена суда отдаю отдаю подарок потому что учительница привезла подарок наш родительский комитет сегодня прийти не смог поэтому мы сейчас все пойдем я думаю что дети встречаются не нужно было заходить ладно тут у нас еще вот ребенок она одна по-моему только милен приехала больше нету никого ну пошли мы в общем сейчас я миленку быстренько отдам на праздник и поеду за леры и посмотреть хоть зал красивый зайдете ой как раз видите а а а а а а а Почему у всех разные подарки? Почему у всех разные подарки? Ой, доча, вот кармашки, достань у меня ключик. Потому что мамы покупают все разные подарки. Мелена взяла волосы и распустила на празднике. Я ей сегодня заплела косички. Она взяла и распустила, потому что все девочки практически пришли с распущенными волосами. Мелена тоже распустила. Давай, закрывай. У нас сегодня на улице лето. Тепло, 11 градусов тепла. Солнышко светит. У меня тут подмышкой лосины пришли с Валберис. Сейчас буду мерить. Посмотрим, как я угадала с размером. Было написано, что заказывайте на размер. Муся, будешь заходить? Муся, 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 Муся. Будешь... Чтобы заказывать, нужно на размер побольше. Я заказала 40... Хорошо. Я заказала 46. Потому что... Милен, помоги мне, Зуча. Меня не могу, растягивают замки. Я заказала 46. Сейчас посмотрим. Что тут сложного? Потому что надо двумя руками держать. А я тут вся в съемке. Сейчас померяю. И вам покажу. Завтра нам тренажерный зал. И я очень расстроюсь. Ну, конечно, есть кому носить. Мы с Лерой уже практически один размер носим. Но все равно. Заказывала специальный спортзал. Лосинчики. Сейчас. Так красивая такая расцветочка. Такие светлые. Конечно, очень-очень светлые такие. Но... Сейчас померю, короче, покажу. Вот такие вот, девчонки, лосины. Вот. Ну, так хорошо сели они на меня. Прям и ткань мне понравилась. Ткань такая плотная, хорошая, не тонкая. А то бывают лосины тоже, когда вслепую покупаешь. Без примерок. То они бывают такие тонкие. Сзади вот такой вот узор. А спереди такой треугольничек. Интересно, конечно, спереди сделано. Можно было спереди полностью здесь сделать темным. Что-то какой-то треугольник. Не очень мне тут он как-то нравится. Вот. А так... Ну, ничего. Завтра пойду уже в новых лосинчиках заниматься. Нормально смотрится. Она распечатала свой подарок. Нет, доча? Я не ем шоколадки. Ну, ничего тут интересненького. Ты Лере полотенечко подложила, кормишь? О, это Лерина любимая конфета. Джек. Только она маленькая здесь. Тимми тоже вкусная конфетка. Ну, так-то вообще все конфеты хорошие, да? О, я вот такую вот. Можно съем желейку? Ну, такая. Тоже желейная. Ну, ничего такие. Нормальные конфетки. Хорошие конфеточки, да? Милена Леру кормит, как всегда. Молодец. Сама ест и Леру кормит. Все, сейчас будем обед готовить. Вот тоже какое-то сладкое созвездие. Сейчас все-таки какой-нибудь все-таки попробую. Хочется какую-нибудь конфетюлечку съесть. Я сделала девчонкам по второму подарку. Лере вот такое вот домашнее платьишко купила. Лера очень редко у нас бывает в платьях, в халатах. А что-то увидела и мне понравилось. И он не сильно короткий. Это вот мы еще так сели, что оно маленечко поднялось. Оно чуть-чуть буквально выше колен, не короткое. Вот специально такое покупала, чтобы ей было комфортно. Чтобы дома в нем могла находиться после ванны. Да хоть и так, как домашний халатик. Такое вот очень, очень прикольно смотрится, да? Лерусе тоже очень понравилось. Вот. Ей, мне кажется, не так вчерашняя пижамка понравилась, да? Как это платьишко. Это платьишко прямо говорит, мама, спасибо. Понравилось. А Миленке мы вот такой вот сделали подарок. Прокололи нос. Не больно? Маленько щипит. Маленько щипит. Вот так вот смотрится. Такая вот красота. На самом деле, ребят, мы вас, конечно же, обманываем. Не стали бы мы это делать. Рано ей еще такими штуками заниматься. Это такая вот штучка, которую можно снять. Милена хотела давным-давно. Увидела тоже у девочек ее возраста у блогеров. И дай мне на ладошку положи, она так сфокусироваться не может. Вот такие вот две бусинки с камушками. Они были в комплекте. Тоже покупала в комплекте. Было сразу две. Ну, это хорошо. На всякий случай. Одну там потеряет, будет вторая на прозапас. Это не попытка. Там как раз лежали эти сережки для пирсинга. Понравился тебе тоже подарок? Так. Милена тоже давно хотела. И вот я им сегодня сделала. Я решила до Нового года каждый день дарить им подарочки. Им так как-то интересно. А я им сегодня сказала. Они очень ждали. Вот. И так получилось, что у Леруси опять вещи. Ну, Лере, конечно, всегда проблемнее подарок подобрать, купить. Потому что, не знаю, дочь. Вот. Так что, вот такие вот у нас сегодня подарочки. На дочу, убирайте бусинки куда-нибудь. Одну можешь одеть. Бусинки мне почему-то их лучше называются. Они не сережки для пирсинга. Они как маленькие, такие как бусинки. А вторую шкатулочку одну можешь надеть, если хочешь. Тоже у нас сегодня на обед. У нас на обед сегодня будет вот такая крымская ряба. Это курочка какая-то такая крымская. Первый раз я такую сегодня купила у нас в Магните. Это у нас будет куриный суп с вот такой вот лапшой. Буду варить с луком, с морковочкой. В общем, просто куриный такой легкий супчик будет. Вот. А на второе у нас будет куриная печенка. Вот с такими щебенскими спагетти. Вот это спагетти группы А. Очень тоже хорошие. Они развариваются. Вот. Ну, я покупаю их очень редко, потому что они, ну, дороговатые все-таки. Если я беру ладные наши вот макарошки, которые я всегда покупаю. Спагетти, там, рожки, бантики. Если они по 34, по 36 рублей, то вот эти вот по 58, 62. Поэтому беру их очень редко. Но сегодня выбора не было. И пришлось купить такие. Вот. Так что сегодня буду готовить два блюда. Папа у нас с Миленой как-то не очень относятся к куриной печени. Любим ее мы с Лерусей. Поэтому, да, Лерунчик. Поэтому мы сегодня с Лерой будем есть второе. А папа с Миленой у нас будут кушать суп. Вот. Милена там с Лерой играют в игры. А я тем временем займусь приготовлением обеда. Вчера купила такую вкусную капусту. Любимая капусточка называется. У нас здесь в мини-маркете. Мы вчера полбаночки съели. Сейчас я ее сюда вывалю. И вот таким заправлю вкусным маслом. Обалденное масло нерафинированное кубанский маслоед. Очень вкусное масло. Я на Урале тоже все время брала масло нерафинированное запахом, чтобы в такую вот капусточку добавлять. Так вкусно именно вот хрустящую капусту соленую кушать с таким маслом. Очень вкусно. Сейчас еще лучок туда порежу репчатый. И будем скоро уже обедать. У нас там уже приготовилась печенка, доваривается супчик. Осталось только мне сварить спагетти и лапшичку в суп положить. И все, и будем кушать. Мы сегодня что-то, мне кажется, запозднились с обедом. Сегодня маленечко позволили себе расслабиться. Попробовали конфеты из Милениного подарка. Я даже съела, наверное, штуки три. Да, Милена? Три точно съела. Конфетки все свеженькие, такие вкусненькие. Все, сейчас быстренько готовим, кушаем. И дальше буду убираться. У меня там еще стирка стирают. У нас вчера дикий было плохо. Наша дикушка вчера, видимо, переела каши. И ее очень сильно рвало вчера. Очень сильно рвало. Раза три. Ну, слава богу, все. Два. Нет. Она здесь в зале нарыгала, в комнате нарыгала, еще в коридоре. Не к обеду будет сказано. Вот. Ну, вот так вот оно и было. Все. Довариваем, доделываем и садимся обедать. Приятного аппетита. Милена что-то заказывала суп, а сама ест спагетти. Правда, без печенки. И вареную курочку достали из супа. Вот салатик у нас. А у нас с Лерой с печенкой. И еще два морса из грецкого ореха. Ты не будешь морса из грецкого ореха? Тоже нет? Вот что, тебе не понравилось тут раз? Орешки главное с удовольствием ест, да? А морс не нравится. Ну, ладно, я выпью две кружки. Всем приятного аппетита. Приятного. Милена. И волосики убирай. А то у тебя сейчас как спагетти тоже засосешь в рот вместе с волосами со своими. Приятного аппетита, Леруся. Я пошла обрезать банан. Мне тут опять насоветовали. Сказали, что Насте его надо обрезать. Прям под корень. Пойду обрежу. Что у меня осталось от банана? Видите, прям вода бежит с него, да, дикушка? Дикушка, убери морду, я показываю. Слышишь? Бери. И что, мне этот корень укутывать надо или что? Не надо. Что мне нужно с ним делать? Что мне нужно с ним делать? Что мне нужно с ним делать? Закутывать вот в эту ткань. Жалко, конечно. Банан-то большой был, он же явно не вырастет. Теперь у меня получается. Как вообще с ними себя вести с этими южными деревьями, конечно, я не знаю. Вот он у меня весь... Весь отпал. Сейчас я здесь развяжу и, наверное, закрою остатки-то. Еще январь-февраль впереди, самые такие холодные месяца. Поэтому, думаю, нужно закутать его все равно. Ну, вышла на улицу, показать вам, как у нас тут натворили, какую грязюку навели. Я сегодня звонила в администрацию нашу, пожаловалась, сказала, ну как так? Я говорю, на своей машине, на внедорожнике я не могу здесь проехать без пробуксовки. У нас, говорю, на улице два инвалида-колясочника. Вы как себе представляете, чтобы потом вот через эту кашу, вот через эту грязь мы должны будем ездить? Вот дядя Володя сосед отсыпал у себя около дома, потому что дочка приезжает тоже каждое утро, привозит внучку, увозит и тоже буксует. Здесь прям вот, видите, колея. Ну вот, и каша прям такая. Здесь вообще нагадили прям перед воротами людям. Ну, здесь квартиранты живут, но все-таки такая вот глубокая грязь. Вот видите, что? А здесь была нормальная грунтовая дорога, отсыпана щебенкой. А сейчас вот такая срамотень. Мне здесь вот как, вот даже с коляской захотеть прогуляться, вот пройти, и ты не пройдешь просто. В зале, кому подойти. Я говорю, у нас так было все хорошо. Нам, говорю, приехали. Ну, конечно, я понимаю, что там был ремонт трубы газовой, но все-таки у нас дорога была хорошая. Нам, говорю, ее испортили. Как, говорю, нам теперь быть? Говорит, завтра приезжайте в любое время. Ну, с утра там можете. И, говорит, ваш вопрос решат. Сейчас тем более у нас отсыпка дорог идет в поселке. Здесь все отсыпают. Ну, надеюсь, проблемы не будет с этим. Ну, пошли, решили прогуляться пешочком. Потому что погодка у нас сегодня замечательная. Без шапок. Тепло. В градусах, наверное, 9-10 тепла. Хорошо. Дикуша, уходи. Уходи. Сейчас не знаю, как там будем проезжать мы, конечно. По этим всем перекопкам. Уходи. Ну, как-то надо проехать. Там дядя Володя, по-моему, сосед маленечко сбоку отсыпал. Милен, выходи первая. Мы, наверное, по его отсыпанному. Так я дверь бы калитку закрыла. Я закрою, я ключ уже вытащу. По его отсыпанному и пройдем. Много там отсыпал дядя Володя? Ну, нет. Много своего? Не вижу. Ты вообще не видишь? Он там что-то отсыпал. Ну, да. Володя отсыпал. Мы теперь в руку. Потихонечку. Я думаю, пройдем. Потому что, если напрямую ездят, то, во-первых, колеса со стороны забьются. Проехать-то мы, конечно, проедем. По этим местам, где машина. Я специально машины разбиваю, езжу. Комки вот эти здоровые. Но, все равно каша. Ну, здесь, конечно, не проедем. Здесь, за двовым отсевом тебе он присыпал. Хорошо. Яша. Яша там. Яшка. Маленько хоть подышим, да, говорится? А то сейчас на машине все, на машине стали ездить. Потому что грязно, сыр, а то дождь. Сейчас погода пока тепленькая. Маленько проедем, прогуляемся. Сыр маленько? Ну, вот здесь вот тоже подсыпали щебеночки. Хорошо. Хорошо. Провняли. Так что чуть-чуть прогуляемся. Скоро опять нечемте дожди. И все опять дома придется. А так вообще у нас, по-моему, в новогоднюю ночь плюс 11 градусов стоит. Сначала было плюс 2, потом плюс 7, потом плюс 11. Стоим на светофоре. Поехали с Миленой в магазин. Купить нужно мышку. Там Леруся с бабушкой, с дедушкой играют. Какие-то игры. Вот. А мышка сломалась. Поехали купить нужно мышку. И увезем им сейчас. И все время нам так везет. Мы все время подъезжаем. И на светофоре еще даже отчета не начинается. Постоянно так. Хоть бы раз было. Или было, да, Милена? Как-то раз мы подъехали. Да. И зеленый. Мы такие, ура! Такого просто не было никогда. Это первый раз было. Да, и все. Много газа? Много? Да? Ну-ка, дай попробуем. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой, вкуснительно. Размораживаю. Собакам. Сегодня не буду варить кашу. Вчера что-то перекормила, что ли. Не знаю. Дикушки наши плохо было. Сегодня просто разморожу и накормлю сырыми. Не буду варить. Я еще вчера варила. Там у меня в сковородке было от котлет. Жирочек. Я это все туда в кастрюлю смыла. Думаю, повкуснее. И чуть собаке не навредило. Сегодня будем с вами прощаться. Кстати, я сегодня уже выпила таблетку супрастина. Потому что у меня очень сильно опухли глаза. У меня чешутся. У меня чешутся в носу, в глазах. Такое ощущение, что какое-то цветение идет. Вот не знаю, что такое. Прямо вот все чешется. Я сегодня уже ездила на массаж, который бабушке едет. Она говорит, Настя, может быть, у тебя на мои масла у нее... Мы пользуемся маслом для массажа, которое она мне дала. И у нее там смесь. В бутылочке там несколько видов масел. Она говорит, может быть, у тебя на масло аллергия. Я говорю, ну так она бы, наверное, с первого дня вылезла. Может, сколько езжу и только сейчас. И вот не могу. Внутри носа и глаза. Не знаю, что такое. Вот у меня было такое, но тогда что-то цвело. Возможно, на какое-то цветение. Сейчас вообще не пойму на что. Вот. Ну, выпила таблетку. Надеюсь, все пройдет. Всем хорошего настроения. Замечательной погоды. Как у нас сегодня плюс 12. Мы балдеем. Сегодня наслаждаемся теплым ветром, теплой погодой. Все подсохло. Так хорошо прям на улице. Завтра у нас тоже плюс 13. Тоже тепло будет. Только вот насчет дождя не знаю. Будет, не будет. В общем, всем хорошего предпраздничного настроения. А мы увидимся с вами завтра. И всем пока. Пока! Пока!